Вы уже слышали, что компания Автоинтерпрайз делает новогодние скидки на все Мерседесы Электрик Драйв? Минус 1000 долларов на крутой автомобиль из Америки. Немецкое качество 200 километров на одной зарядке не оставит вас равнодушными. А еще, купив Мерседес компании Автоинтерпрайз, вы получаете 1000 гривен для зарядки своего электромобиля. Ребята, всем привет! Продолжаем нашу эпопею с нашим автомобилем «Акура». Приехал я в город Запорожье. Не теряю я все-таки надежду растаможить автомобиль в течение одного года. Осталось буквально несколько дней до наступления 2019-го. Значит, сейчас мы находимся возле одного из сервисных центров в городе Запорожье. Значит, пробегусь немного по документам, которые необходимы для того, чтобы поставить машину на учет. Значит, что у нас есть? У нас есть регистрационный документ. Литовский еще, пока еще. У нас есть все эти документы с таможни, которые я показывал в предыдущих выпусках. Вот эти три документа. Доставшийся нам с Боем сертификация ответствия, который получили наконец-то мы в оригинале. Значит, по сертификату отдельно немножко остановлюсь. Много вопросов было после прошлого видео. Сертификат стоит прохождение сертификации данного автомобиля, литовского. Сейчас отбрасываем, что это американец, неамериканец. Стоит 1650 гривен. То есть для того, чтобы вам пройти сертификацию в Киеве в институте НДИ, вам надо заплатить 1650 гривен. Неважно, какой у вас автомобиль. Будет это Volkswagen Passat, какой-нибудь 2000 года на литовской регистрации. Либо это автомобиль Акура с литовским регистрационным документом. Это стоит 1650. Значит, отдельно спрашивали по газу, какие документы должны были для того, чтобы вписали газ. Нам сертификации дали додаток, в котором нам внесли газобаллонное оборудование. Значит, стоила эта процедура отдельно 615 или 608 гривен. Только потому, что у нас не было документов, не устроили их документы, которые подтверждали установку газа. Если у вас тоже их нет, вы платите 615 гривен, снимать газовую сроку не надо. С института выходит специалист, осматривает, дает вам заключение, вписывает сертификат. Это возможно все сделать. Если у вас есть документы, которые подтверждают установку, допустим, у вас был литовский автомобиль, вы приехали на какое-то СТО, вам поставили газ, выдали бумажки стандартные. Эти бумажки показывают в институте, как подтверждение того, что газовая срок была установлена законно. И вам ее точно так же вписывают в сертификат без уплаты 615 гривен. Оплачивать отдельно, осмотр не надо. У вас есть документы, которые это подтверждают. Сертификация понятна. Идем дальше. Значит, что у нас есть еще? Сейчас он помог. У нас есть документы, распечатки с сайта регистра о том, что автомобиль снят с учета обычный, распечатанный на принтере с браузера, без всяких печатей. И у нас есть бумажка о том, что мы стали в очередь. В очередь в сервисный центр сегодня на 10 часов. У нас есть еще полчаса. Значит, как я стал в очередь в сервис МВС? Значит, открылся электронный кабинет водителя. Так называемый, можете погуглить, найдете, может быть, ссылку я внизу оставлю. Два дня я пытался зайти в электронный кабинет водителя. Значит, удалось мне это не сразу сделать. Для того, чтобы зайти в электронный кабинет водителя, необходимо было сгенерировать ключ. В моем случае это ключ персонализации приводбанка. Потом переконвертировать его через несколько программ, медок, холодок. В общем, с горем пополам я зашел в электронный кабинет водителя. В нем вы, кстати, можете увидеть свои штрафы, оплачивать их. Можете проверять наличие свободных номеров, если вы хотите какие-то именные себе заказать. Ну, есть там несколько полезных вещей, которые вы можете воспользоваться. Также проверить автомобиль по ВИН-коду за какие-то небольшие деньги. Но одна из функций это встать в электронную очередь. Что я вчера и сделал. Система выдала мне вот такой вот листочек, в принципе, где указала, какой я по счету. Я первым в очереди почему-то оказался в 10 часов утра. Значит, сейчас мы пойдем по факту ставить машину уже на украинский учет. Расскажу вам, сколько что стоило, какие платежи надо платить при первой регистрации, регистрационные документы, бла-бла-бла. В общем, идемте по своему штамбуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 получить украинские номера. Какие круги АДА вам надо будет проходить, в каких структурах. Вы все прекрасно помните, с чего начиналось в таможне, как это все уменьшалось успехом, какие нужны были документы, во сколько оценили эту машину. Все это прекрасно помнят и знают. После этого вы видели, что стоит получить сертификат на эту машину. Это отдельный круг АДА, который надо пройти для того, чтобы получить на эту машину, так тем более, учитывая, что она была произведена в Мелике. Что касается сельского центра. Ну, что могу сказать? Не буду никого хвалить. Господин Криклив этот раз порадовал, работая с сельского центра. Естественно, конечно, ожидали, наверное, сотрудники этого или каких-либо других центров, что, возможно, эту машину я предоставлю на учет. Сделали они все в лучшем виде. Сами видели, что заняло это час-двадцать времени. Это с учетом всех очередей, тупиц в кассах, которые не умеют пользоваться терминалом, либо просто не хотят. То есть, в принципе, сотрудники сельского центра, как эксперты, как никогда порадовали. Действительно, все было сделано очень быстро, без всяких придирок. Газ был вписан в техпаспорт, без дополнительных каких-то бумажек. То есть, никаких лишних вопросов никто не задавал. Немножко была заминка с электронной очередью, потому что для них это в новинку. Не знали, как они действуют. Значит, что хочу вам сказать по поводу конкурса, который я проводил. Если помните видео, задавал вопрос, можно ли ездить на литовских, либо на других номерах после растаможки. Значит, есть победитель конкурса у нас, вы увидите в конце этого сюжета его. Я приехал с ним, познакомился и поздравил его. Значит, правильный ответ звучал так. Да, действительно, вы можете ездить на литовских номерах. Если вы везли машину, допустим, она была снята с учета в Литве, везли ее сюда, растаможили так, как я сделал это, растаможили и получили таможенные документы. После этого ничего вам не мешает обратно на растаможенном в Украине автомобиле вернуться в Литву, пройти техосмотр, там как-то требует законодательства, поставить машину на учет, вернуться на Украину и бесконечно, абсолютно легально, без всяких выездов, перезаездов, использовать ее на территории Украины. Тем самым вы избежите оплаты сертификации, не надо вам будет делать сертификат, первой регистрации, вот этих всех получения номеров. Да, это небольшие деньги. И самую большую значительную сумму, это за тому, что вам все равно придется заплатить. Вам же огромное спасибо, ребята, за участие. Обязательно делитесь этим видео, пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи в новом году. Всем пока. Идем поздравлять победителя. Взаимно. Вам как победителю. Да. Кота такого. Спасибо. Держите. Если у вас есть дети, подарите. Да, есть. Это вам от меня, а это вам тоже от меня, от компании Автоинтерпресс. Небольшие подарочки. Спасибо. За то, что вы победитель, вы активный. Очень мне приятно. Это ребята тоже, партнеры мои постарались, вам сделали такие штуки. Ребенку как раз у меня два месяца. О, я вас поздравляю. Очень приятно. Да, спасибо большое. Будут вам заезжать. Спасибо. Заезжайте. Спасибо. Участвуйте, ребята. Возможно, я приеду к вам.